очень рады представить и представника муковельского товариства бюджолярива максима евлампиева доброго ранку вам дякую что вы с нами и так что мы сегодня будем обсуждать какой мед доброе утро сегодня мы будем обсуждать майский мед сразу должен извиниться что вот такие вот маленькие баночки к сожалению это все что осталось на данный момент это хорошо это мы вас поздравляем с тем что все реализовалось спасибо большое значит прежде всего майский мед должен сказать что это очень обширное понятие потому что по большому счету включает себя любой мед собранный пчелами в мае но как-то вот принято считать что это он же акациевый мед то есть мед с белой акации поэтому покупая или выбирая на рынке майский мед нужно сразу же спрашивать у пчеловода а что же это все-таки за майский мед потому что это может быть как рапс потому что он цветет тоже в мае так та же белая акация либо же разнотравие какое-то если мы говорим все-таки как майский мед почему все эти да разные по сути рецептура назовут так называют все майским медом наверно какие-то свойства одинаковые лекарства потому что пчелы его собрали в мае а а если говорим ладно тогда акациевый одно рапсовый второе но разница между ними есть абсолютно конечно рапсовый мед он очень быстро кристаллизуется и у него мелкая такая садка и он белесого цвета то есть его буквально через неделю-две он уже кристаллизуется поэтому если купить даже в июне то вы сразу увидите что это рапс он уже закристаллизовался он уже белый поэтому сегодня я бы остановил внимание на майском меду с понятием акация вот в этом году например у меня получился замечательный майский мед в нем процентов наверное 70 80 белой акации ну и какое-то еще дополнительно разнотравие потому что скажем так пчелы не выполнили задание на прямой да ну да один улик летит в одну сторону другую другую поэтому даже двух соседних ульях мед может отличаться вот в этом году это в основном белая акация с примесью шалфея ну может какие-то еще добавки шиповник в это же время цветет боярышник но они дают темный мед поэтому учитывая что в данном случае мед светлый практически прозрачный такой зеленковатый тут основная масса конечно акации но я так понимаю что кристаллизация не происходит так сильно быстро не происходит да вот он качаный в начале июня практически три месяца прошло и он до сих пор еще абсолютно жидкий вообще майский мед а особенно именно белая акация может стоять в жидком виде до трех лет поэтому любителям жидкого меда очень рекомендую еще одна очень важная особенность именно белой акации это самый гипоаллергенный мед то есть даже если у человека есть аллергия на мед то на белую акацию и может не быть также попробовать скажем да можно попробовать опять же диабетики диабетиком можно употреблять мед но в небольших количествах и опять же белая акация для этого лучше всего также это единственный мед который разрешено употреблять детям дело в том что маленьким детям до трех лет мед нежелательно давать а акацию можно а почему именно такие вот предосторожения до трех лет связано с взрослением с ростом организма и но там свои физиологические особенности то есть а этот можно а это можно в этом плане опять же хочу сказать и обратить внимание на количество потребляемого меда то есть мед полезен мед вкусен на него ты его любит но не ведрами до норма потребления успевают выкачивать сколько меда что же друзья ведрами и ведрами точно действительно норма потребления нормальная один грамм на килограмм веса взрослого человека в сутки то есть по большому счету весе 60 килограмм 60 грамм тебе меда в сутки положено детям и старикам в два раза меньше то есть полграмма на килограмм веса а все говорят стариками детям нет друзья если в плане меда то нет старикам и детям это очень полезно но употреблять нужно меньше если говорим о полезных свойствах для чего этот мёд можно использовать вот сейчас например сезонная простуда в помощь он или нет любой мед в помощь во время простуды майский не исключение абсолютно то есть также можно его просто кушать можно добавлять в чай опять же не забывая чай перед этим остудить но если честно то добавлять такой замечательный душистый и вкусный мед в чай это расточительно его нужно есть с наслаждением дегустировать можно так сказать есть еще много различных мнений по поводу майского меда да вот и сейчас тоже смотрю вот и различные комментарии так далее вот мы говорили о том что очень светлый но если темный свойства какие-то меняются сильно ли свойства меняются в любом случае от зависимости от растений из которых собраны по всем по всему что я вот до этого говорил это я акцентировал на белой акации то есть если вот все таки мы краб с ума еще вернемся его какие-то особенности потому что я так понимаю что его тоже все равно продают и если он в чистом виде как мы до говорили еще первой передачи что есть вот этот разотраве либо смешанные вот как и здесь там 80 процентов 20 домешки таки то что пчела летит и не укажешь а если рапсовый если возможность вот чисто стопроцентно купить рапсовый практически есть поля засеваются довольно большими площадями и если пчеловод выехал именно на рапсовый мед то вполне можно его получить в чистом виде он полезным свойством каким-то он отличается и соответственно гипоаллергенности вот эти все показатели гипоаллергенность это опять же белая акация то есть рапсовый он как и остальные меда по большому счету вот единственное нужно обратить внимание рапсовый мед имеет свойство скисать вот сам по себе определить что он скис вообще вот неприятный запах соответствующий внешний вид какой внешний вид никакой то есть вот это просто мед как мед но но он может скиснуть поэтому его нужно аккуратно выбирать каждый раз что-то новое открываем и желательно хранить в холодильнике угу дело в том что это неплохой мед это такой же мед как и все остальные но вот такая вот у него специфическая особенность а температурные показатели при которых все-таки можно хранить не в холодильнике ну до 25 градусов по цельсию так как обычно любое темное прохладное место в большом счету а если берем холодильник сколько по времени он может храниться но тут ограничения нет тут нет то есть если в холодильнике то все нормально да я понял так что друзья как видите сколько еще особенностей если первой программе для себя открыл что что он не сахарится кристаллизируется то теперь еще узнал что он может скиснуть а я думаю что вы для себя тоже открыли нечто новое ну что ж спасибо вам большое майский мед увидели сегодня зеленковатый оттенок ну и конечно же вы его даже осенью можете купить еще в редком жидком виде вот он настоящий у нас в маленьком количестве но самый оригинальный спасибо вам большое за то что сегодня с нами были я думаю что продолжаем дальше наступного тижня уже за встречайте и с новым медом нашего рынкового гостя мы рухаемся далее а